Всем большой привет! Меня зовут Зарина, и сегодняшнее видео будет посвящено второму курсу обучения филологии в Высшей Школе Экономики. Я проучилась уже два курса на факультете гуманитарных наук программы филологии в Высшей Школе Экономики Нижегородского кампуса, то есть в городе Нижний Новгород. И по традиции летом я резюмирую весь прошедший учебный год, делюсь своими мыслями, впечатлениями, рассказываю о том, как проходили мои сессии, какие дисциплины я сдавала, что мне понравилось в большей степени, что, может быть, меня разочаровало. Поэтому, если вам интересно послушать, то приятного просмотра! Первый пункт, с которым бы я хотела начать свое повествование, это английский язык в Высшей Школе Экономики. Многие жалуются, что им его не хватает в университете, по той простой причине, что английского очень мало, и он очень значим для обучения студента, поскольку многие дисциплины так или иначе связаны с англоязычными ресурсами, и мы вынуждены не только говорить на английском языке, но и понимать информацию. К тому же у нас, например, с третьего курса начинаются дисциплины, которые будут вестись на английском языке, англоязычная литература, и я понимала, что для меня важно именно во время обучения в университете поднять свой уровень английского языка, развиваться, когда, как не сейчас, правильно. И на первом курсе у меня английского тоже очень сильно не хватало, он у нас был всего лишь один раз в неделю, две пары, и у меня был уровень непродвинутый, и я поняла, что... В конце первого курса я поняла, что я должна на втором курсе взяться за свой английский основательно, а то ЕГЭ сдала, как говорится, а развитие я не чувствовала. И я выбрала себе майнер на английском языке, майнер, кто не знает, это дополнительная дисциплина, которая может быть смежной с вашей основной деятельностью, может быть не смежной, то есть, например, если я учусь на филологии, то я могла выбрать себе майнер права, менеджмент, политологию, культуру, психологию, социологию и так далее, тому подобное. Но я выбрала майнер о языках, язык, культура, межкультурная коммуникация, дидактика и преподавание иностранных языков, в данном случае английский как иностранный. И я понимала, что, конечно же, этот майнер будет мне полезен с профессиональной точки зрения, ну а также, поскольку он ведется на английском языке за весь этот год, я поняла, что мой английский действительно улучшился, потому что я также выбрала себе продвинутый уровень английского языка Advanced, ну просто как пары, да, как лекции, семинары, и также, поскольку в высшей школе экономики сдается экзамен по всем предметам, в данном случае независимый экзамен по английскому языку, который проходит в формате IELTS, я понимала, что мне нужно к нему готовиться, и его можно сдавать со второго курса, и в течение третьего курса я выбрала себе сдавать его вот на этом, в этом году, сейчас, да, я сдала его в июне, я получила за него 7 баллов, что очень хорошо, потому что экзамен был достаточно сложный, и я с собой довольна в общей степени, и да, у нас было два английских, и получается у меня три. Первый это обычный коммуникативный английский, у меня уровень продвинутый, второй английский для международного экзамена в формате IELTS, то есть тот английский, во время которого мы проходили типы эссе, типы описательных графиков, выполняли чтение, аудирование, грамматику, разговаривали, да, и третий английский лично у меня это майнер, который шёл на английском языке, благодаря которому я изучила много полезной классной англоязычной литературы, училась каким-то базовым навыкам преподавания иностранных языков. Да, мне действительно очень понравился второй курс в контексте изучения английского языка, к сожалению, на третьем курсе у нас больше не будет английского как предмета, но у меня продолжается майнер, также у нас вот будут некоторые дисциплины, которые будут вестись на английском языке. Учусь я, кстати, на бюджете, если вы вдруг новенький на моём канале и не знаете, поэтому, в принципе, для меня вот эта вот гонка за высокой оценкой, особенно в высшей школе экономики, где рейтинговая система, да, бальная рейтинговая система, если честно, я в ней совершенно не разбираюсь, но вот на втором курсе я была третья в рейтинге, я не гонюсь за оценками никогда, я учусь на бюджете, я понимаю, что для меня главное это получать знания и сдавать экзамены, но я просто делаю всё, что в моих силах и никогда не заставляю себя получать оценку выше, если, например, у меня есть автомат. Давайте вот сейчас плавно перейдём к автоматам на втором курсе, как они у нас были, проходили. В этом году я достаточно рада, что была возможность получить автоматы, хотя нас пугали, что их не будет, этих автоматов, но я всегда понимала, что важно учиться во время учебных модулей, во время семестра, так называемых, просто у нас их нет, в высшей школе экономики четыре модуля, и эти четыре модуля представляют собой как четверти в школе, и именно поэтому важно заниматься, участвовать там в дискуссиях, в семинарах, готовить проекты, участвовать в каких-то групповых заданиях. Это всё важно делать, не пропускать посещаемость, работать на семинарах. У нас просто Нижегородская вышка, она очень такая, если можно сказать, ламповая, локальная, как семья. Именно поэтому, зачастую, преподаватель знает себя в лицо, это не так, как в других университетах. Например, семинары ведёт один преподаватель, а лекция читает совершенно другой. У нас, по крайней мере, в этом году было, конечно, разделение на семинаристов и преподавателей, лекторов на каких-то дисциплинах, но были, например, совпадения. И очень круто, когда лектор и семинарист один и тот же человек, к тому же один и тот же человек, который принимает экзамен, потому что он знает себя в лицо, он знает, как ты работал. Вот формула работы в течение года, ну, в течение учебного времени, и потом зачётка работает на тебя, то есть на сессии тебе легче, она всё-таки в моём случае прокатывала, так скажем. Я понимала, что да, у меня будет возможность на каких-то дисциплинах получить автомат. Но в общем и целом, всё-таки давление было какое-никакое, и я понимала, что я не хочу сдавать экзамен, если у меня уже есть в кармане автомат, поскольку меня устраивает оценка 7. 7, повторюсь, это как раз-таки вот высшая планка оценки 4, да, в школе, просто в высшей школе экономики, десятибальная система оценивает. На втором курсе лично я хочу выделить для вас, для моих зрителей, и как бы в своей жизни хочу выделить значимость научно-исследовательских семинаров. Кто не знает, в высшей школе экономики мы сдаём квалификационные работы, курсовые работы. С первого курса, то есть нас с первого курса учат правильно читать, понимать, анализировать, критически мыслить и писать, что самое главное. Поэтому это достаточно сложно, но интересно. И на первом курсе у нас был научный семинар, который помогал нам писать курсовую работу, но он не был направлен полностью на эту научную деятельность. Мы больше там разбирали стихосложения, современную драму. То есть всё-таки у нас были такие разношерстные, но интересные занятия. В этом же году нам предложили научные и исследовательские семинары в соответствии нашим научным интересам. То есть мы сами их могли выбрать из пула предъявленных семинаров. И что это действительно является суперкрутым моментом на филологии у нас в Нижнем Новгороде. И я, конечно же, выбрала научно-исследовательский семинар, который вёл мой научный руководитель, просто потому что научные интересы совпадали. И я выбрала себе научно-исследовательский семинар. И именно этот семинар мне действительно помог в этом году глубже изучить, понять этот процесс создания курсовой работы. Вообще даже не просто написание её, а именно процесс поиска информации, изучение ресурсов, как русскоязычных, так и англоязычных. Это помогает в общей научной среде университетской. Всё-таки как-никак это высшее учебное заведение. Кто бы чем ни занимался, мы всегда находимся вот в этих академических рамках, условиях. И чтобы в них как-то существовать, жить и взаимодействовать, развиваться, важно всё-таки много знать теории и уметь её на практике использовать. И научно-исследовательский семинар именно мой мне в этом помог. Я спрашивала у своих других ребят, как их научно-исследовательские семинары проходили. Всем тоже очень нравится. Большинство, конечно, ребят шли на семинары к лекторам и семинаристам, их научным руководителям. На третьем курсе у нас была возможность выбрать другой семинар, другой низ, скажем так, сокращенная аббревиатура научно-исследовательского семинара, низ. Ребята выбирали всё-таки те семинары, которые у них уже были до этого. Хотя есть возможность открыть для себя что-то новое и походить на курс других семинаров. Курсовую работу в этом году я защитила. Действительно очень старалась, отбирала информацию, искала ресурсы, изучала всё. И я изучала, кому интересно, драму Чехова, современной интерпретации композитора, то есть современную оперу, что действительно интересно. Я рассматривала жанр либретто, и я получила за курсовую работу 9 баллов. Хочется выделить французский язык в этом году. Он действительно у меня улучшился, и эти улучшения я на своём опыте увидела летом, во время летнего экзамена. Если честно, французский мы учим, получается, с зимы первого курса. И как только я выбрала этот язык, да, как второй для себя, я думала, что у меня он пойдёт легко. Но на самом деле французский язык очень сложный, по крайней мере для меня. Это язык музыкальный абсолютно, и мне было очень сложно воспринимать его, понимать на слух. И уж тем более грамматика там такая замудрённая, эти окончания, времена и так далее. Как я поняла, что мои навыки разговора улучшились, так это то, что я сдала вот летом устную часть французского языка на 9 баллов. Представляете, на 9 баллов. У меня как-то получалось говорить, коммуницировать, и я вспомнила просто, чтобы как раз-таки, говоря об внутреннем блоке говорения на французском языке, я вспомнила, что нам всегда преподаватели твердили, что если вы изучаете французский язык после английского, то вам должно быть намного легче, потому что очень много лексики, ну, похожей действительно на английский язык, просто она по-другому читается. И я поняла, что английский-то у меня хороший, и на французском, то есть я тоже могу говорить, просто нужно действительно выучить порядок, последовательность, там, я не знаю, главных и второстепенных членов предложения. Ну, а лексика, она с английского языка по большей степени берётся, да. Нужно просто понимать, как слово трансформируется в своём аудиальном звучании, да, как оно пишется, читается, говорится. И я поняла, что, блин, нужно прокачать этот навык, и перед экзаменом я начала изучать этот вопрос, как вообще мне можно какое-то вот своё английское мышление трансформировать на французский язык и произносить всё это правильно. И да, это дало свои плоды, летом я планирую это развивать. И к тому же нам сказали, что на третьем курсе у нас французский язык будет три раза в неделю, и один урок в неделю у нас будет с носителем языка. То есть действительно важно вот прокачать свой навык понимания французского и разговоры на французском языке, потому что с носителем по-другому никак. Это отличный способ действительно улучшить свои навыки французского. Спасибо всем за просмотр. Обязательно напишите внизу в комментариях, на каком этапе вы сейчас находитесь, какой курс вы закончили, либо же как вы сдали ЕГЭ, если вы ещё вот были школьником, да, и как, в принципе, ваше настроение, может быть, вы уже работаете, какие у вас плоды на лето. Увидимся в новом видео, и всем желаю отличного настроения. Пока-пока!